В конце XIX – начале XX веков В России возникает мода на древнерусский архитектурный стиль. В основном в новой стилистике строились величественные соборы и государственные здания. Но встречались и обычные домовладельцы, стремившиеся следовать современным архитектурным тенденциям. Сухаревский архитектурный стиль и яркий праздничный храм Василия Блаженного. Использование цветной керамики, оригинальных архитектурных элементов, множество деталей в декоре – вот основные черты неорусского стиля. Он обращается к русской архитектуре XVI-XVII веков. Храм Спаса на крови в Санкт-Петербурге, здание исторического музея в Москве – вот лишь некоторые примеры подобных построек. Здание на Сухаревке отличается четко выделенными вертикальными линиями, визуальным делением крыши на отдельные элементы. Все это придает дому стройный, легкий и современный облик. При этом сохраняются характерные особенности неорусского стиля – яркий колорит, фасады, отделанные цветной керамикой, изразцовые вставки в облицовке кокошников. Керамическая плитка для фасадов Керамическая плитка для фасадов была изготовлена заводом Абрамцева и мастерской Кикерина. Контраст белых, густозеленых и золотых облицовочных плиток в сочетании с однотонным изразцовым фризом облицовкой кокошников в венчающей части и отдельными полихромными изразцовыми вставками создает необычную, броскую фасадную композицию, не имеющую аналогов. Однако некоторые искусствоведы отмечают, несмотря на бесспорную оригинальность в оформлении, это здание отличается некоторой неуклюжестью форм. Но это уже придирки. В современной серой и унылой Москве дом Мянсаровой смотрится настолько свежо и празднично, что ему можно простить стилистические огрехи. Кстати говоря, архитектор Родионов – автор еще одного известного московского строения – храма Иверской иконы Божией Матери на Большой Полянке. Но вернемся на Суховь. До революции в первых этажах здания располагались магазины. По сей день назначение недавно отреставрированного дома не изменилось. По-прежнему на первых этажах идет торговля, а на остальных проживают жильцы, что для Москвы является практически исключительным случаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин